Всем привет друзья, с вами Варчик. В этом видео поговорим с вами про стрельбу World of Tanks. Я считаю, что про нее нужно говорить, все молчат, никто особо ничего не говорит. Если посмотреть на блогеров, стримы разработчика, лучшие стримы года, никогда тема даже про стрельбу не поднимается. Раньше стрельбу переделывали несколько раз и хотели переделать ее еще раз. Даже тестировали это на песочнице. Была там какая-то закрытая песочница, это одни из первых песочниц, которые начались. Было понятно, что разработчики видят проблему в стрельбе, еще на то время, это много лет назад было. И было желание что-то сделать. На тот момент стрельба не казалась прям сверх ужасной, но уже первые какие-то звоночки были. И вот прошло еще несколько лет, игре в целом уже 10 лет. Первые несколько лет в игре переделывали стрельбу пару раз, даже там несколько раз. Потом на первых песочницах тестировали изменения стрельбы, хотели уменьшить количество вертух. Тестировали, тестировали, сказали, что ничего не получилось, все сложно, ну нафиг, отменяем. Хотели там переработать все танки в игре, вместе с этим стрельбу, но что-то пошло не так. С разбегу все сразу поменять у них не получилось, поэтому они начали переделывать остальные какие-то параметры. И короче песочница, где они меняли стрельбу, в итоге поменялась на песочницу, где они увеличивают хп. Вот они низким уровнем добавили очки прочности. Потом они начали на песочнице тестировать какие-то новые вообще фишки, а про стрельбу забыли. При этом стрельба за все эти годы адекватнее не стала, а на мой взгляд вообще адекватность потерялась. Если посмотреть всякие жалобы в комментариях, нарезки людей, которые они делают, и посмотреть на стрельбу большинства игроков, они конечно стреляют куда попало с вертух, особо не выцеливая. Они жалуются, что все плохо, все летит не туда куда надо. Но в целом нужно понимать, что человек, который стреляет куда попало, он как бы не особо-то и должен попадать. Но есть люди, которые целятся, сводятся, а эффект тот же самый. Огромная часть снаряда влетит куда угодно, но не в цель, в которую ты свелся. Летит абсолютно полностью по краям, в центр даже и не планирует лететь. Поэтому больше решает тот момент, что ты играешь на танке, у которого нет уязвимых зон. Он решает то, что ты заряжаешь голду, чтобы даже не попадая в выязвимую зону или туда, куда ты целишься, увеличить шанс, что ты нанесешь урон. И еще решает то, что смысл полного сведения теряется на фоне того, что с вертухи шанс попасть в середину примерно такой же. Но вот когда летит в край, с вертухи конечно попасть вообще нереально, даже в танк в целом. Но зато когда ты свелся и летит в край, ты хоть куда-то, но попадаешь. Только в этом есть смысл. Больше смысла в стрельбе нет вообще. А в края летит очень часто. Но при этом бывают моменты, когда просто залетают в середину снаряды прям не один, не два, а прям целая очередь снарядов. Просто летит в точку, летит, 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 что бы ты ни делал. Хоть с вертухи, хоть не с вертухи, просто повезло и целая куча снарядов всегда летит в центр. По несколько штук подряд. И это очень сильно бросается в глаза, потому что это происходит очень часто. Очень часто летит снаряд в край, в край, в край, в край. А потом просто целая пачка снарядов летит просто в середину. Из-за этого происходят моменты, когда абсолютно плохо стреляющие челики выдают за бой 12 выстрелов, 12 попаданий, 12 пробитий. Из-за чего у меня горит жопа, что чел, который стреляет в едущий танк через всю карту с кумулей кривых, попадает и пробивает все выстрелы. А смотришь после боя, у него процент попадания 60. Процент попадания 60, он попадает в танк через раз. Не говоря о том, что еще пробивать надо. Смотришь после боя, у него 12 выстрелов, 12 пробитий. И ты думаешь, да ладно, киберспортсмен. Да нет. Красный кривой стрелок. Просто прокнула стрельба, повезло. И этого везения и неадекватности в стрельбе настолько много, что это сильно бросается в глаза. Чересчур. Это перебор. И разработчики забыли за это, и поехали дальше на песочнице тестировать что угодно, но не стрельбу. Понадобавляли кучу танков безуяземых зон в игру. Надавали кучу резервов. В каждом батл пассе резервов на серебро много. На новый год дали кучу резервов на серебро. Накормили людей серебром. Стрельба заставляет вас играть на фулл голде. Чтоб хоть что-то успевать за 2 минуты настрелять. Но стрельба от этого адекватнее не становится. Тебе каждый бой нужно как можно больше накидывать. Стараться конечно сводиться, чтобы когда летит в край, был шанс, что куда-то это попадет. И как можно больше настреливать, 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 потому что часть снарядов по-любому полетит мимо. А для того, чтобы много настреливать, нужен танк безуяземых зон, чтобы выставиться и настрелять. И еще и карты подталкивают к тому, чтобы ты играл на танках безуяземых зон, которых натолкали в игру в последнее время целый вагон. Коридорные карты с двумя дорожками выставляешься и голдой напихиваешь врагам полное лицо. К этому скатилась вся игра. И на фоне этого еще бесит артиллерия, которая стреляет сплэшем, попадает мимо танка на 300, на 400, на 500. Это бред. Когда ты играешь на тяжелом танке, тебе просто арта сплэшем наносит урон за укрытием. Как я ничего адекватного в этом моменте не видел, так и не вижу. И вся эта ситуация в целом раздражает и не кажется интуитивно понятной. Это все смотрится неадекватно. В стрельбе не чувствует справедливости никто. Не тот человек, который стреляет плохо, не тот человек, который стреляет хорошо. Еще и на фоне этого арта со своим вонючим сплэшем, которая какой-то урон да наносит, стреляя мимо танков. При этом карты коридорные, места для игры очень мало. Ты приезжаешь на единственную играбельную точку в бою, и она всегда простреливается идеальной артой. А играть больше негде. Карты из двух дорожек. Ты либо участвуешь в бою, который закончится за 2 минуты, либо ты где-то постоишь, где не стреляет арта, и бой пройдет за 2 минуты без тебя. Все. Из-за этого пятая точка накаляется еще сильнее. Эта вся ситуация плохая. Игроки бегут из игры. Это видно. Никто в это не хочет не возвращаться. И долго играть тоже в это не может. Это все нужно было исправлять давно. Еще когда прошлые разы тестировали это на песочнице много лет назад. Но забросили и начали тестировать какие-то новые там механики, новые какие-то добавления чепухи, создавать какие-то хайповые новости. Но такое ощущение, что это дом 2 что ли, а не игра для игроков. Где создаются хайповые новости вместо игры для людей. А ведь это та вещь, ради которой я остался в игре. Я зашел в игру, я кайфанул от стрельбы. Мне понравилось в игре, как она сделана. В ней да, есть какой-то ВБР неожиданность. Но было так, что ты сводишься, ты попадаешь, наносишь урон. Но за то время, пока я находился в игре, добавили в игру HD коллижен модельки танчиков. И в этих HD модельках, то место, куда ты пробиваешь, оно уменьшилось. Стало больше мест, куда снаряд не пробивает никогда, никакой там ни голда, ничего. Даже у ватных танков появились места, которые не пробиваются. А они раньше пробивались куда попало. Сейчас у любого танка есть где-нибудь место, какое-то супер толстое. И туда обязательно иногда снаряд попадет. Всякие лючки, НЛД и так далее, они стали не одной толщины, а с такой прыгающей, скачущей броней, где в одном месте буквально там 100 мм, а рядом там чуть ли не 300. Это еще больше добавило неадекватности стрельбе. Потом сам снаряд, куда он летит внутри круга прицела, это вообще жесть. Всегда куда попало, по краям. Такого раньше я вообще не помню, это жесть какая-то. Плюс еще добавили кучу танков, где уяземых зон практически нет, даже когда ты голдой стреляешь. Там даже выцеливать нечего практически. И на фоне этого арта, которая сплэшиком мимо танков наносит урон. И еще то, что играть в целом особо-то и негде. Приезжаешь поиграть в игру, чтобы успеть за 2 минуты хоть что-то сделать, и все время стоишь под коричневым дождем. Вся ситуация со стрельбой просто ужасная. Но об этом ничего не говорится. У нас на песочнице тестируется полевая какая-то там модернизация. У нас тестируется экипаж 2.0. Недавно оттестировали фугасы, после чего бабахи стали лучше пробивать. И в целом фугасы теперь пробивают и экраны, и гусеницы. И им легче стало пробивать врагов. Но зато они не наносят урон в лоб. Бронированным танкам и сплэшем там от земли или от союзника тоже не залетает. Что-то улучшилось, а что-то ухудшилось. В плане комфорта на нормальных танках. Ситуация ужасная, но никто об этом ничего не говорит. А из-за этого теряется сама атмосфера в игре. И люди просто в эти дыры на убой едут, за 2 минуты убиваются. Стреляют просто куда попало. Залетает, не залетает. За 2 минуты кто-то куда-то кого-то от балды поубивал. Все, конец боя. Содержание нулевое. Ощущения от игры ужасные. Всех игра раздражает. Работа в эту сторону даже не ведется. Потому что об этом даже никто не говорит. И люди, которые смотрят на это все, которые играли раньше. И понимают, что в это возвращаться нет смысла. И онлайн в игре такой маленький не потому, что игра старая. А потому что разработчики занимаются чепухой. Я уверен, что игру можно было сделать приятной для всех. Чтобы в ней был большой онлайн. Почему это хорошо? Потому что друзья вернутся в игру. Будет в ней не так скучно. А то сидишь сам с собой в нее играешь. А вокруг тебя никто в это играть не хочет. Максимум люди могут только посмотреть, как ты играешь. А сами в это играть кому оно надо. Потому что приятного в игре мало. А эта игра в основном про стрельбу. Это самое основное. Стрельба, тактика передвижения и локации, на которых мы играем. Все. И одна из самых ключевых вещей в игре не работает. С вами был Варчик. Грать красиво. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok